Опасную для людей муху завезли в Россию с импортными фруктами. Пока ее обнаружили только в Геленджике и Новороссийске. Опасна насекомая тем, что может вызвать тяжелые болезни и даже с летальным исходом. Роман Оленюк сегодня узнавал, как избежать неприятной встречи с мухой-горбаткой. Каждую попавшуюся в партиях фруктов мошку под микроскоп в лаборатории ищут опасных вредителей. По всей стране в филиалах Россельхознадзора сейчас боевая готовность. До российских широт добралась муха-горбатка. Опасное насекомое привезли из Турции вместе с цитрусовыми. Она способна развиваться на любых органических, на органическом субстрате, любом. Начиная с торфа в почве, на гниющих растениях. Поэтому опасность ее от распространения по свету очень высока. Она быстро наращивает свою популяцию. Для развития одного поколения достаточно 15 дней. С кожуры фруктов обычно горбатка выбирает бананы или цитрусовые личинки могут попасть в рану, на слизистую. Начнет расти под кожей, вызывая миазы. Потеря слуха, зрения, возможен даже летальный исход. Пока муху нашли только в портах Геленджика и Новороссийска. Требовательная к теплу, она отлично уживается с человеком в квартире, на продуктовых складах, в магазинах. Сельские хозяйства стран, где горбатка уже обосновалась, терпят большие убытки. Россельхознадзор проверяет партии фруктов и овощей, но это не стопроцентная защита. Наши сограждане отдыхают на территории иностранных государств с теплым климатом. Чаще всего в своем багаже, либо в ручной кладе перевозят фрукты, экзотические в том числе фрукты, которые являются продукцией, подверженной заражению мухой горбаткой. Людям дают совет тщательнее промывать фрукты и овощи, не тянуться за переспелыми. В них горбатка чаще откладывает личинки. Эксперты также призывают продавцов более строго соблюдать гигиену.